самая маленькая газель дик-дик называется как водитель увидел и такие малышатая не знаю даже все уже удрали что выезжаем на вечерние сапари как я видите это у меня солнце тебе идет все поехали с нами смотрите как он классно катит кто был в египте пишите помните жука скоробе ставьте лайки прикольно да и возле маленький катится вот водитель увидели прикольно вот нычечку все в дом молодец какой смотрите ж водитель увидели увидел красота какая малыша к нам катит большой правильно большой от машины красота вот мы остановились в засаде на на читах она гепарда сказали его здесь видели проезжал джип но просто мне эта хащинка вот аж страшно вдруг он часто купа и выпрыгнет хотя это гепард если но он же вроде как на людей не охотится нам сказали что здесь был гепард спит слепая ряд где-то он здесь спит нет леопард на дереве спит гепард спит внизу сейчас на водитель дернулся я аж присела тоже как бы хищник тоже тебя может видеть правильно страшненько берите бинокль смотрите каша будет бинокль его вычислять не знаю не знаю а или он в общем затаились ждем вообще охота на хищников тоже ну так страшновато вот такую дырочку глядит же лепард леопард лезет какую вот в эту вот посмотрите какое пространство конечно схочет если захочет вот я вот какой вот я в у я вот вот Это за нами гепард такой, ну ну девчонки, давайте. Может сейчас птичку не нужно называть, как попугаи, не прыгать с этими птицами. Ага, это прикольные птички сейчас. Слевидно будет, потешные такие. А вон там эта коряга лежит, уже еще коряк дофига такого песочного цвета. Ищем, ищем, и смотрим. Наташу Глазер хочу, чтобы лицо закрывать именно с этой стороны солнца. Как выглядят поиски гепарда и леопарда? Вон уже вторая машина проехала. Стоим, смотрим, ждем. Ну это же охота? Ну охота, я вам говорю, сзади стоит гепард где-то. Просто с нас всыкается. Привет. Такой, лапку так, девчонки, я здесь. Такой, блин, разбудили опять. Мороза. Ну хоть и туристы. В этом году? В этом году. Надо пицца. А там мука, ты какого-нибудь пицца. Наташа пот уже какой. Это не пот, это слезы. Он усматривает гепарда. Мы повернулись, стоим другой стороной. Видите, говорит, он точно здесь. Да, конечно, наверняка здесь, но там не зима, он выходит, но, конечно же, это не. Просто не выходит. Ой, какая. Животная. Наташа уже высматривает, сосматривает. Слышал? 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 Не знаю. Он там стоит где-то. А кто-то мчится уже. Слышал, мчатся, мчатся. Ну что, могут уж помогут нам выплавить гепарда, чтобы увидеть хотя бы его. Мы тут рассматривали второго воскана. Боже, какой он красивый сваришь. Вот, у второй машины появился смелый гид. Решил на наживку. Ну вот, сложно поймать хищника. Пока пчимся прочь, вроде водитель испорился, но где-то еще что-то интересное. Они же парадки передают. Чуть-чуть выморкаются. Так что надеемся сейчас все-таки поймать какого-то кошака. Вот, мчимся. Сколько машин впереди, смотрите, стоит. Не дай боже, там лево. Да ладно, тоже нормально. Но львов уже насмотрели. Смотрите, три машины прям так вклеились. Ой, четвертая же прям умерла. Тихо. Мы все замерли. Тихо. Господи, кто ж тут может быть? Мы подъезжаем. По-моему, уже стрессанули все. А-а-а. Боже. Мечты сбываются. Мы его нашли. А-а-а. Ставьте лайки, народ. Какая грациозная кошка. Народ, мы с вами сделали всю пятерку. Пожалуйста, лайк за это и коммент. Господи, какой ты красивый. Это он разгоняется 150 километров в час, да? Подожди, это лео? Нет, леопард нет. Самое сильное животное гепард. Ой, самое быстрое животное. Подожди. Это лео? Нет, это читах. Да, это гепард. Это самое быстрое животное. А где же у него полосочные мальчики? Вот слезки же. Да, есть, есть. Смотрите, у него на мордочке слезки такие. Как бы черные. Мы должны сейчас объехать, чтобы его увидеть. Так, извините, у меня камера мотает. Буду вам мотать. Если что, вырежу. Не хочу ничего это. Не хочу ничего пропустить. Четыре машины. Вот он идет. Это пять машин. Все довольны. Такие, что наконец-то это... Вот он идет. Сейчас еще объедем, наверное. Красота какая. Это гепард народ. Он же читок. У него такие черные слезки идут по глазам. Самое быстрое животное в мире. Из-за этих слезок он может... Да, ему ультрафиолет все равно. Ой, он на нас идет. Слезки поглощают вот этот ультрафиолет. Ага, блин. Теперь, хорошие мои, это просто класс. Смотрите, какая такая мускулистая кошечка. Если она сейчас прыгнет, она к нам запрыгнет. Курица, гепард. Вот видите, да? А здесь его называют читах. А мы называем его гепард. Какая же красивая, грациозная кошечка. Слышите, машины сразу... Машины подъезжают, едут, едут за гепардом. А девочки плачут, плачут. Боже, какой он красивый. Оглядывается, ну что вы от меня хотите, загнали меня. Он просто может сейчас уйти туда, вглубь саванны, и мы его не... Но он идет, спасибо ему, что он как прям едет. И наш смелый гид едет за ним. Но, честно, мы вот ближе всех были... Ой-ой, правильно. Лучше вот так вот встать, потому что он просто на дорогу выходит. Мы были это вот в трех метрах где-то. Но я вам показывала, может, крышечку, что ему стоит просто прыгнуть. Так, он не дурак, господи. Не, он не дурак, но мало ли, поприкалываться. Парфюмы, всякие дураки. Кому это надо? А, это люди с той стороны, гости, отсюда. Да, и с той стороны. Мы-то ближе. Мы красавцы. Боже, какое красивое животное. Такая кошечка. Где-то полтора метра в длину, да? М-м-м, не сильно много. Не сильно много он в высоту. Меньше метра. Вот машинка едет, опережая нас. Вот мы тоже уже объехали. Ой. Прошу прощения за тряску. Сейчас мы встанем, он будет идти. И, скорее всего, вырезать ничего не буду. Просто... Лайк за кошечку, да? Да. Просто даже если оно трясется, это красота. Это просто что-то, я не знаю. Я пойду, наверное. Вы есть-то что-то принесли? Или вообще, или так просто? Ну, их же нельзя кормить. Ну, кстати, его любимое блюдо импала. Кто сказал нельзя? Ну, и чем же. Ну, люди сказали нельзя. На гепартик, на шапочке стоит. Вот, видите, черные слезы вниз идут. И это защищает его от солнца. Да, Наташа? Да, 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 да. Им самую жару, это одна из... Вот это вот кошачья, которая может бегать самую жару. Ему все равно. Поскольку он поглощает вот эти слезы ультрафиолет, и ему не жарко, и солнце у него не вьет в глаза. А что еще? Он может бежать только 30 секунд. Да, 30 секунд – самая большая скорость в мире. Он там просто на разрыв. А потом отдыхать надо ему полчаса, чтобы вот... Да, а потом полчаса восстанавливается. Ну, вот, то есть, еще его детеныши, в принципе, беззащитны, и львы их убивают. Так и в цей момент 30 минут он винтешный захищен. То есть, получается, что, как бы, ну, он чужой среди своих, самое слабое животное из этих кошачьих. Из леопардов, пум, львов. Вот жалко. Детеныши почему-то гепардов, львы убивают. Вот так вот. Вот, все водители поехали на эту дорогу, разворачиваются или заворачиваются, я не знаю. Тут такие ландкрузеры, проедли. У нас машинка попроще. Нет? Я не знаю, слишком узкая. Почему? Вроде... О, посмотри, у мужика вообще открыто. Ну да. Вот это, не знаю. Хочу не жалко. Да, так что, если что, мужик попадет первый. Мы ехали по этой дороге, мы объезжали, когда слонышки, да. Она такая низкая, влези не получается, а ты лучше. Так, а это кто стоит? Кто. А. В смысле? В смысле кто? А, все, он спрятался уже. Вот. Он выбегает прямо на нас. Не, я думала, честно, стоит импава. И сейчас он на импаву... Он за кустами. И вот люди как-то так хорошо открыты. Ну, то есть, справа он на нас выходит. Ну да, ты видишь? Я-то вижу. Сейчас солнце постараюсь закрыть. Закрываю кепкой солнце. Он проходит, ну, я не знаю, метрах в десяти от нас. Сейчас он от солнца уйдет. Ну, сразу все включаются и сразу все будут ехать. То есть, он сейчас идет на ту дорогу, откуда мы приехали. У него нога поломана, левая. Он кровать? Да, у него на вывернуто, левая задняя ножка. Бачишь? Ммм, поэтому он не бежит. У него на поломанная нога. Что такое охота на леопарда? Точнее, сапарин. Он у него проблемы с ногами. Да, гид говорит, да. У него с ногой что-то, поэтому он не убегает, бедняга. Не знаю. Может, с львом дрался и убежал? Да, с львом дрался и убежал. Поломал ногу, только котят. Наташа увидела, что у него с лапкой задняя что-то. Аж расстроилась. Даже не хочет его снимать уже. Ну, на видео, что он... Видимо, мы бы его никогда не увидели бы, если бы у него была бы целая лапка, он просто убежал бы. И вот это, естественно. Снимите. Машина уже. Просто машина. А помогать нельзя? Ну да. Давайте понаблюдаем за людьми теперь. Наблюдали уже за хорошим, прекрасным гепардом. Он же Читах. Теперь понаблюдаем за людьми. Ну, нормально. Пока прилично себе не нужно. Причинно, благородно, без мордопоя. Не знаю, что у него с ножкой, но бежал он только что хорошо через дорогу. Ну, так. Не, ну бегать он может, слава богу. А что ему делать? Не, ну, я думала, там... Ну, как бы шел не хромая, может что-то подвернул чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok